Так, мы, по-моему, в живом эфире. Сейчас я проверю, пошёл ли эфир в наших группах и на странице. Сейчас я проверю. Вроде как мы уже в живом эфире. Да, отлично. Оля, дорогие друзья. Есть ли люди, потому что я... Сейчас оно займёт немножко времени, пока подсоединимся. Сейчас я ещё вот в группе нашей, да, как лекарство посмотрю. Уже вот вижу, есть у нас кто-то подсоединяется. Секундочку, секундочку. Да, в группе мы тоже пошли. Прекрасно. И, да, народ немножко подходит. Подходит. Я здесь вижу, кто подсоединяется. Из разных, правда, каналов они приходят. И на YouTube мы, по-моему, тоже уже в живом эфире. Так что рада всех приветствовать. Давно я не выходила в эфир. Поэтому очень рада вернуться к этому. И сегодня особенно, потому что у нас замечательный гость. Я надеюсь, нас видно и слышно. Гостя зовут Ольга Шенкерман, которая, возможно, многим известна. Основательница школы про кукинг, да, кулинарной школы, сама на кулинар. И я бы хотела поблагодарить, Ольга, что ты нашла время. Я давно сама за тобой слежу. Уже несколько лет, это точно. И даже готовлю по некоторым рецептам. И приобрела даже несколько твоих конспектов. Вот. И, ну, вот хотела бы предоставить слово тебе. И чтобы ты немножко представилась более подробно о том, где ты обосновалась, что тебя привело к основанию вот этой вот школы, откуда любовь к готовке, приготовлению пищи и так далее. Ольга? Да, всем здравствуйте и спасибо тебе за приглашение. Мы с тобой обожали. Слышно меня? Я слышу, но прерывисто. А сейчас? Да, слышно, слышно. Было до этого вроде все хорошо. Да, все вроде хорошо было. Да, как мы обсуждали с Кариной, что мы, оказывается, несколько лет хотели написать друг другу и предложить какое-то общение и сотрудничество, что мы стеснялись. И вот сегодняшняя ситуация нас как-то к этому привела. Я живу в Берлине. Вообще родилась в Одессе, но очень много где жила за свою жизнь. И в Англии, и в Испании, и в Москве. И последние 8 лет я живу в Берлине, переехала сюда из Москвы. Ну, тема кулинарии меня всегда волновала, потому что, видимо, так как я из Одессы, и в Одессе всегда еда была очень важной частью культуры, и в семье у меня тоже был, скажем так, культ еды, то меня всегда эта тема так или иначе интересовала. Но я начала самостоятельно готовить, когда стала студенткой в Англии, и очень не хватало домашней еды, и хотелось как-то нормально питаться. Но по-настоящему я увлеклась этой темой, когда пошла в декрет со своим первым сыном. И тогда как раз в России вся эта тема стала тоже очень популярной, появились всякие кулинарные блоги первые. И меня вот так вот в эту всю историю засосало очень сильно. То есть сначала я читала, потом я завела свой собственный блог в ЖЖ. Он до сих пор есть, но я его не веду, но там много рецептов висит. Тести Маму он назывался. Вот я училась готовить, училась фотографировать. То есть меня полностью захватил этот процесс. А вообще по образованию я юрист. Я училась в Англии. У меня три высших образования, три юридических диплома. После Англии я училась еще в Москве, оканчивала МГУ. И работала юристом, но в какой-то момент я поняла, что я не хочу возвращаться в офис. Мне никогда не нравилась особенно моя профессия. И поняла, что я хочу заниматься именно кулинарией и зарабатывать деньги как-то через нее. Это был очень долгий процесс, потому что в то время в Москве уже предлагали всякую работу, связанную с этим, но просто очень-очень мало платили. И на фоне юриспруденции это, конечно, было достаточно смешно, но тем не менее я сотрудничала с разными производителями техники. Я написала книгу про мясо для школы гастронома. Но в какой-то момент немножко так сдалась, скажем так, и решила, что нет, все это фигня. Денег очень мало, и надо возвращаться в офис. И я вернулась в офис, но буквально через месяц узнала, что я беременна вторым ребенком, и долго я там не продержусь. И это был где-то 2011, и Матвей родился в 2012 году, когда в Москве как-то все резко изменилось, и вся эта кулинарная тема стала очень популярной. И я начала давать мастер-классы. Вместе со своей коллегой Катей Пал мы вели мастер-классы. Первый мы даже не верили, что мы соберем, но он собрался, и с тех пор у нас было очень много желающих, вейт-листы были. И все это мы несколько лет проводили очень успешно, пока мы не решили в 2014 году уехать в Германию, в Берлину, где я, собственно, и начала все сначала, потому что меня здесь никто не знал, и вот эта вот как бы вся оффлайн-история, она вдруг как-то трансформировалась в онлайн-историю. Я очень долго пыталась проводить мастер-классы, и меня никто не знал, люди не собирались, это все было очень тяжело, мучительно, и в какой-то момент я подумала, почему бы не попробовать сделать все то же самое онлайн на более широкую аудиторию. Опять же, никто тогда в это не верил, потому что, ну, как можно учить готовить онлайн, да, как же вот этот весь экспириенс, там, запахи, ароматы. Ну, я решила попробовать, не было нечего терять, и оно как-то вот сработало, и уже лет шесть, наверное, вот я занимаюсь кулинарией именно в онлайн-проекте, хотя сейчас я уже снова веду мастер-классы в Берлине, теперь меня все знают, и я очень легко их собираю, и сейчас даже желающих больше, чем у меня мест. Ну, тогда это было вот так. Как здорово, очень интересная история, что вот из юристов, да, такая трансформация произошла в мир кулинарии. А расскажи немножко вот о мастер-классах, да, какое у тебя направление, чем твои мастер-классы, твои рецепты отличаются от, там, большинства изобилия различных рецептов, мастер-классов, которые предлагают очень многие блогеры? Да, это очень интересный и важный вопрос. Когда я начала готовить, ну, как бы для себя, для блога, этого еще в ЖЖ, я стала покупать еще много кулинарных книг. Как я, ну, естественно, как я в Англии 4 года жила и училась, я хорошо владею английским, и я стала заказывать книги на Амазоне в больших количествах и готовить по блогам, и у меня все время было ощущение, что вот как-то вроде что-то получается, но вот как будто я чего-то не знаю, да, то есть не хватает никаких-то секретов и нюансов. Я в какой-то момент сообразила, что кулинария, как и любое другое ремесло, это целая наука, где свои правила и законы, и нужно их как-то собрать, да, по частям, так как я не... У меня нет как бы кулинарного образования, и в России тогда его и... Ну, оно не было возможным, то есть можно было пойти к ПТУ, но это все как бы безнадежно устарело, то я начала эту информацию сама собирать по крупицам, и мне было интересно именно вот понять, как это все работает, и, собственно, вот это название про кукинг. Потом появился блог в ЖЖ тоже, но это уже было в сообщество, по-моему, в ЖЖ это называется, то есть там уже писала не только я, могли писать другие люди, и он как раз был именно вот в этих техниках, технологиях о том, что, как и почему мы делаем, да, потому что очень часто рецепт, вот когда мы читаем рецепт в интернете, не понимая, да, что мы делаем, это просто какой-то набор действий, который написал какой-то человек, которому мы по какой-то причине решили довериться, да, но не зная, насколько он профессионален и не имея возможности самостоятельно оценить этот рецепт, очень часто у нас получается, ну, совсем не то, что мы ожидали или не то, что увидели на фотографии у этого человека, да, потому что очень много остается, как бы, за кадром, да, и про кукинг это, как бы, по кальку с английского, practical cooking, да, практическая кулинария, то есть мы хотели именно осветить вот этот момент вот этих технологий, понимание, что, как и почему. И когда мы стали делать мастер-классы в Москве, они были очень популярны именно поэтому, да, потому что если другие студии кулинарные приглашали людей, и там просто повар готовил, а люди за ним повторяли, опять же, абсолютно не понимая, что, зачем и почему они делают, то мы именно учили этим технологиям, да, мы объясняли, как это все работает, и люди, которые тогда к нам ходили, они до сих пор благодарны, да, и говорят, что мы тогда открыли для них целый мир. Я, кроме этого, делала еще экскурсии на рынке, и здесь, в Берлине тоже их делала, сейчас потеплеет, буду возобновлять, и учила людей выбирать продукты, в чем числе выбирать мясо. Потому что очень часто, ну, особенно в России, ну, здесь, в принципе, тоже никто не умел убирать мясо, и не понимал, да, почему там оно получается жестким, потому что, например, не тот кусок купили, да, этот кусок нужно тушить, а хозяйка пытается его жарить, вот, и, собственно, вот этим мы и отличаемся до сих пор. Это первый аспект, да, мы отличаемся к объяснению технологий, да, то есть у нас большая теоретическая часть, где мы всегда описываем, что, как и почему, и в том числе развеиваем очень много кулинарных мифов, потому что очень многие вещи, которые люди заучили, как отчий нас, а наш, они неправильные. Например, что нельзя солить мясо перед тем, как его готовить, потому что из него вытекают соки, да, это полнейшая ересь, ну, можно и нужно как раз-таки солить мясо обязательно, но до сих пор, вот, сколько я не читаю какие-то баталии в каких-то кулинарных группах или в блогах, первое, что люди пишут, мясо нельзя солить ни в коем случае, да, и таких историй очень много, и вот этим мы занимаемся. А второй аспект, очень важный для меня, и в целом у меня сложилась такая система, я назвала это когда-то «Правильная кухня», у нас был курс, такая трилогия, и сейчас мы хотим возобновлять этот курс, но сделать его еще более интересным и продвинутым. И моя система, я считаю, чтобы уметь хорошо готовить, нужно уметь выбирать правильный продукт, качественный, нужно понимать кулинарные технологии и использовать хорошую, качественную посуду. И вот эта история про продукты, я думаю, что она, ну, должна быть особенно интересна тебе и твоим, скажем так, читателям, да, и публике, потому что я как кулинар считаю, что, ну, минимум 50% успеха, а на самом деле все 80% хороших продуктов. И вот как бы в этом большая проблема, потому что люди часто не понимают, не имеют достаточно знаний о том, что такое хорошо, да, что такое плохо, и боятся, да, то есть даже живя в каких-то таких изобильных городах, как Берлин, где есть, в принципе, все, и рынки, и органические магазины, и обычные магазины, и всякие гурмелавки, в общем, море, море всего, и Берлин прекрасный город в плане еды, очень часто я сталкиваюсь с тем, что люди не знают, где покупать, да, то есть первый раз, когда я решила здесь сделать экскурсию, ну, то есть в Москве было все понятно, потому что большие расстояния, люди действительно, ну, в общем, реально прикладывают усилия, а тут мне казалось, ну, я не буду делать эти экскурсии на рынке, потому что, ну, кому они нужны, ну, все, и так понятно, ну, как бы, ну, вот же оно, да, ну, вот вышел, пошел и купил, да, и как-то раз я проводила мастер-класс, и ко мне пришла девушка, которая много ли здесь живет, очень хорошо говорит по-немецки, и потом она оставила отзыв, и она сказала, что ей все очень понравилось, но больше всего ее поразил сыр, что она не знала, что в Берлине есть такой вкусный сыр, а я просто купила фермерский сыр, и перед мастер-классом, ну, чтобы люди не устали, не были голодны, угостила их сыром, и меня это верило в такой шок, потому что, ну, я не могла понять, ну, как, да, человек живет здесь 10 лет, гораздо дольше, чем я, или 15 лет, ну, как-то очень-очень долго, и я же просто пошла на рынок, его купила, да, это не нужно было там узнать какое-то секретное место, там как-то специально стучать в дверь и говорить кодовое слово, да, и вот в этот момент я поняла, что нет, все-таки это нужно делать, я начала делать эти экскурсии, они тоже пользуются здесь успехом, и я начала писать, ну, вообще о качественных продуктах, о том, как важно есть органические продукты, фермерские, были страшные баталии, просто страшные, потому что люди часто очень болезненно воспринимают эту информацию, потому что вот они вчера ели какую-нибудь курицу из супермаркета, которая стоит 2 евро килограмм, а тут вот пришла страшная, вредная баба-яга Оля и рассказала им, что эта курица очень вредна, и вообще, в принципе, лучше ее вообще не есть, да, чем есть, и воспринималась это первое время в штыки, но так как я такой личность достаточно категоричная, я продолжала стоять на своем, со мной перестали спорить, и как бы нашлась, ну, моя публика, да, которая меня услышала, с этим согласилась, вот, и это очень и очень важный аспект того, что мы делаем, и мне кажется, это очень важно, особенно сейчас, в эпоху ковида, да, когда многие люди поняли, как важно заниматься здоровьем, ну, и я, собственно, как кулинар тоже пришла к тому, что мне очень важно, с одной стороны, чтобы было вкусно, с другой стороны, чтобы было полезно, если не всегда, то хотя бы большую часть времени, потому что, естественно, мы не можем быть ангелами, иногда хочется там съесть какой-нибудь круассан, но я, когда очень сильно увлеклась едой, через несколько лет я заметила просто, что это начинает отражаться, да, на моем здоровье, на моем весе, и, ну, стала интересоваться, а как можно по-другому, да, и начала очень много тогда читать книжек, ну, опять же, на английском, на тему здоровья, и, да, поэтому для нас это такой, ну, очень важный аспект, и, честное слово, я не знаю ни одного блогера кулинарного, русскоязычного, который бы писал и говорил о продуктах столько, сколько это делаю я, да, то есть я уделяю этому огромное внимание, и в сторис, на инстаграм я постоянно поищу все рынки, что я там покупаю, биомагазины и так далее. Здорово. Спасибо, Оль. На самом деле, вот твоя система, о которой ты в самом начале рассказывала, практическая кулинария, да, о том, что ты рассказываешь технологии, о том, что ты объясняешь, как нужно, как нужно, то есть есть определенные правила, да, это вот очень резонирует, да, со мной, потому что вот даже на мою тему очень много людей, которые сейчас резко начинают писать о микробиоме или о той же ферментации, но при этом они не являются микробиологами, они не знают научной, они настолько глубоко не знают этой темы, чтобы объяснить, почему это надо и как нужно сделать правильно, чтобы это было полезнее, да, потому что ту же самую капусту можно ферментировать абсолютно по-разному, и да, важно не только технологии, как правильно сделать, кстати, мы это видим и с хлебом по закваске тоже, говоря о рецептах, в которых ты говорила, что вот рецепт есть, но не получается, да, и вот с некоторыми, особенно закваска, оно именно так, потому что там столько нюансов, вплоть до того, что ты можешь, в духовке температура может быть совершенно другая, не такая, которую тебе кажется, ты наставляешь, да, и это важный момент для приготовления абсолютно любой пищи в духовке, у тебя может не получаться, именно потому что у тебя там неправильная температура, на самом деле, как это узнать и как это проверить, вот, ну и потом сами продукты, как и где найти правильные продукты, здорово, что ты там помогаешь берлинцам и обучаешь их, а вот что бы ты могла порекомендовать тем, кто не живет в Берлине или в Германии, вот на что нужно обращать внимание при выборе продуктов, как ты вот сама к этому пришла, откуда ты знаешь, например, я до сих пор иногда думаю, тот я арбуз выбираю или не тот я арбуз выбираю, да, то есть как на самом деле, я понимаю, что можно за тобой читать, да, но вот в принципе, как к этому приходишь? Ну, мне кажется, первое это желание и мотивация, да, потому что, к сожалению, у очень многих людей я не вижу вот этой мотивации, да, и очень много идет пропаганды, в том числе и даже здесь, в Германии, да, что био, например, это развод, да, и я очень часто сталкиваюсь с людьми, которые мне говорят, биопродукты – это развод, да, вот здесь как раз недавно был у меня пост в группе, и там просто была фотография, где я выбираю фермерские яйца, этого фермера я знаю лично, у него яйца не просто био, это деметр, это как бы высшая категория, да, био в Германии, самые качественные вообще продукты, которые можно найти, и я знаю, как эти куры там, чем у него питаются, как он их переносит с места на место, чтобы у них было разнообразное питание, да, и кто-то мне написал в комментариях, что, мол, ха-ха, купили яйца в обычном супермаркете, и вот, и продают как био там что-то, какая хорошая, как бы, история для, какая хорошая идея для стартапа, да, и, ну, как бы, я, к сожалению, с этим сталкиваюсь постоянно, перестаю уже на это реагировать, ну, так эмоционально, да, как раньше, но первое должно быть понимание, да, и готовность, что что-то, что что-то не так, да, и обратить, ну, понять, что наше здоровье, оно в наших руках, а не в руках врачей, да, и никакие таблетки нам никогда не помогут, если мы едим не пойми что. И быть открытыми, то есть я очень часто вижу, что людям лень, да, и, ну, поэтому здесь очень сложно дать какой-то совет, потому что если человек сам не готов вложить какие-то усилия, да, в покупку продуктов, потому что, ну, мы привыкли, что это как-то, ну, не важно, да, ну, вот я зашла там в ближайший магазин, купила, ну, что еще на это будут тратить время, да, у меня и так, да. Но нужно понимать, что время придется потратить, инвестировать только вначале, это как инвестиция, да, то есть когда вы уже, ну, нашли, раскопали, то все, да, процесс настроен. И Европа в этом плане, например, ну, если даже не про Германию говорить, то есть я когда езжу куда-то, я всегда в первую очередь начинаю искать рынки, да, то есть мне всегда интересно посетить местный рынок, и они есть везде, да, практически. Биомагазины тоже есть везде, даже в каких-то самых захолустных местах, они сейчас уже начинают появляться. Опять же, фермеры, да, всякие разные, с которыми можно лично договариваться, и они будут там что-то привозить, уверена, есть везде. Я, конечно, немножко уже отстала от жизни в России, потому что, ну, мало того, что это не живой, а три года там не была из-за COVID, да, но вижу как бы по своим подружкам, например, тем же нутрициологам, которые тоже постят у себя в сториз, что они покупают, это тоже все есть, да, то есть нужно только как бы немножко раскрыть, да, свой кругозор и захотеть этого, да, потому что когда есть, я разговаривала тоже с другой своей подругой, она детский нутрициолог, и я ее спросила, кто твоя целевая аудитория в России, потому что понятно, что у нас вот здесь все это легко есть, она живет тоже сама в Испании, и она мне сказала, что Оля, когда человек мотивирован, он и в Воронеже найдет все, что нужно, да, то есть это вопрос, вопрос желания, да, вопрос желания и прежде всего понимания, потому что я очень часто вижу людей, у которых этого понимания абсолютно нет, да, то есть они покупают самые плохие, при том это далеко не всегда зависит от денежного положения, потому что я очень часто вижу, особенно в Германии обеспеченных людей, которые покупают просто страшнейший шашлак, да, я каждый раз вот смотрю на это в неверии, ну вот как бы они вот выросли в этой культуре, им кажется, что это нормально, и ну как бы зачем покупать там что-то в ее магазине, когда вот в Лидле дешевле. Поэтому здесь только вот открыться, да, и захотеть, потому что как только ты что-то хочешь, да, то есть мы направляем как бы свое желание куда-то, и оно тут же все появляется. У меня, кстати, тоже был интересный вот опыт. Несколько лет назад я преподавала в местном университете нутрициологию, и студенты, они такие уже были, скажем, в возрасте, многие созревшие уже чуть ли не нашего возраста люди, но вот я для них тоже открывала Америку в буквальном смысле, потому что вот просила разделиться на группы, и кому-то предлагала есть, допустим, Макдональдс или какой-нибудь еще другой, допустим, всей семьей идти и посмотреть, сколько это будет стоить, а другим предлагала приготовить, сходить в магазин, приобрести нормальные продукты и приготовить домашнее блюдо, и потом мы сравнивали, что на самом деле дешевле, и дешевле оказалось как раз приготовить домашнее. Причем кто-то у нас органические продукты покупал, кто-то неорганические. Вот мы реально делали вот такой эксперимент, и они все были удивлены, что на самом деле... Дешевле. Да, получается, дешевле и здоровее, и полезнее, и вкуснее. Но работа. Мы как раз обсуждали это с мужем буквально на днях, потому что мы ехали из Германии в Польшу, ну и проголодались, остановились в Макдональдсе. Я Макдональдс ем примерно раз в год, у меня тут же началась изжога, потому что я не привыкла вот ко всем этим маслам и все, на чем они готовят. И мы взяли достаточно немного, так ограничивали детей, не разрешили им брать напитки, там буквально по Бикмаку и две картошки на четвертых, и получилось 30 евро. И я тоже сказала мужу, что за эти деньги я могла бы купить прекрасные биопродукты, и еще бы осталось, да, и мы бы прекрасно позавтракали, ой, пообедали, да, и было бы, в принципе, больше, да. Поэтому, действительно, если мы привыкли к тому, что, ну, в России Макдональдс был очень дешевым, то здесь это совсем не дешево, да, вот просто вот так вот перекусить непонятно чем. До 30 евро действительно можно приготовить очень хороший ужин и, в принципе, еще и обед. Совершенно согласна, да. Да, это уже даже отдельная тема. Да, ну, вот так интересно, и, к сожалению, мало людей, которые, на самом деле, этому учат, и это обсуждают, и об этом говорят, правда. Конечно, для нашей группы, вот, еда как лекарство, подавляющее большинство, конечно, заинтересованы как раз здоровой пищей и в здоровых, скажем, рецептах. И расскажи, чем ты руководствуешься при вот создании своих рецептов, скажем, полезных? Есть ли у тебя какие-то вот наборы с полезными рецептами, и что для тебя вообще, значит, полезно, кроме, как я поняла, уже органического, хорошего качества? Ну, я руководствуюсь, кроме, да, всем вышеперечисленным, я руководствуюсь, конечно же, вкусом, потому что мне, как, не побоюсь этого слова, гурману, очень сложно есть, когда невкусно, да, то есть никакая диета меня не убедит в своей полезности, если мне элементарно невкусно, то есть для меня это буквально страдание, да. И, ну, потому что я знаю, что есть люди, которым действительно неважно, да, но меня вот это удовольствие от еды, там, три раза в день, это очень важная история. И поэтому мы, как бы, руководствуемся кроме пользы и вкусом. И у нас, конечно же, так, мы, в принципе, кулинарная школа для всех, мы не только занимаемся прям полезными-полезными рецептами, да, но у меня есть какие-то принципы, например, мои вот уже все девочки, которые со мной работают, знают, что я убиваю, например, зарафинированное масло, то есть у нас его нет, да, и я, ну, как бы, они знают, что спорить со мной бесполезно. Как бы у нас, если мы пишем оливковое масло, это всегда означает extra virgin, да, но больше всего мы, как бы, пропагандируем приготовление на топленом масле. И я была вот одна из немногих тоже кулинаров, кто его, скажем так, ввел в оборот и стал о нем писать. И у нас на сайте есть конспект бесплатный о том, как приготовить дома топленое масло, потому что он тоже получается лучше и дешевле, чем готовое. Но постепенно от такой стандартной кулинарии, потому что у нас уже около 50 конспектов, мы стали приходить в том числе к более здоровой, потому что, ну, к сожалению, сталкиваюсь я сама с какими-то проблемами. Я сдавала анализы онтрициолога, и у меня, хотя, в общем, в целом я считаю себя здоровым человеком, но какие-то там появились у меня шероховатости, скажем так, это еще не проблемы, но это такие как бы намеки на то, что проблемы будут, да, если сейчас не взяться. Потом огромнейшая проблема – это дети, потому что мои дети как бы живут здесь, растут в немецком социуме, и культура еды, особенно среди детей, здесь это просто ахтунг, и как я не борюсь с ними дома, они приходят в школу, там, общаются с своими друзьями, приходят к ним в гости и видят вот эти все ужасы, да, для меня. То есть очень часто разогревается и готовая еда, и картошка фри, и всякие вот эти наггетсы готовые, и детям в школу дают сладости, хотя школы не разрешают это формально, и просят не давать детям сладкое с собой. И, естественно, друзья начинают их тянуть, а пошли в Макдональдс, а пошли тут в KFC, и, например, мой старший сын, ему вот на днях исполнилось 13, он начал набирать вес. А плюс добавился карантин, и все эти локдауны, когда дети сидели практически год дома, никакого спорта, никакого движения, и, ну, я в какой-то момент просто реально забила в колокол, потому что я обратила на это внимание вдруг, это как-то вот резко, ты не видишь, не видишь, а потом, о боже, что это? И я прямо объявила этому всему войну и решила сделать два конспекта, они называются правильные семейные рецепты. Изначально мы хотели сделать детские рецепты, но потом я поняла, что я сама стараюсь не готовить отдельно для детей, потому что, ну, это правда, сразу хочется убиться, и, ну, это действительно очень тяжело, и я в целом считаю, что дети должны есть с общего стола, поэтому мы решили сделать такие рецепты, которые ели бы дети, но при этом могли бы есть и взрослые. И у нас получилось два конспекта, при том, если еще год назад мне казалось, что сделать и вкусно, и полезно, это прям сложно, потому что у нас была масленица, и мы хотели сделать рецепты безглютеновых блинов, и мы их сделали, но это была прям борьба, потому что очень многое, что мы пробовали, но оно, естественно, не вошло в сборник, нам не нравилось, да, то есть мне было прям вкусно, и я тогда сказала, что это все какая-то фигня, как бы не надо заниматься самообманом, нужно просто вот как бы или не есть выпечку, да, или как бы если уж ешь, то ешь как бы нормальное, с мукой, с маслом, там, со сливками, и там раз в год, ну, как бы, ну, вкусно. Но здесь, опять же, это вот из той же серии, как найти продукты, когда кажется, что их нет. Вот когда я реально задалась целью, что должно быть вкусно, но при этом полезно, у меня вдруг как-то раскрылся тоже мозг, да, и мы нашли очень много разных идей, которые мы проработали, и получилось у нас, по-моему, где-то 60 или 65 рецептов, и там есть и выпечка, и всякие вафли, оладьи, ну, и в том числе, как бы, блюда из мяса, рыбы, птицы, овощи. И это 66 очень вкусных рецептов, которые мои дети едят с удовольствием. Первый конспект у нас уже вышел, ну, и плюс там есть вступление от детского нутрициолога Елены Гордиенко, где она объясняет, как бы, пока что в общих чертах, что такое вообще здоровое питание, да, и какие продукты полезные, какие продукты полезные. И этот конспект, он весь без глютена, он весь без молочки, и он весь без использования сахара стандартного. Прекрасно. То есть там есть и первое, и второе, и третье. Да, там есть даже хлеб, там есть два рецепта без глютенного хлеба, там есть всякие, да, завтраки отдельно, то есть мы разделили прямо на категории, вот, мясные блюда, рыбные. И мы постарались сделать, так как это первые такие конспекты, чтобы продукты, тем не менее, хоть они, как бы, и такие, скажем так, ЗОЖ, да, чтобы они не были слишком сложные, да, то есть мы не пошли пока там куда-то дальше, потому что есть такие ингредиенты, как амарант, да, у нас есть, по-моему, где-то в одном рецепте амарант, потому что понимаем, что у нас в том числе аудитория со всего мира, и, как бы, какие-то ингредиенты, особенно сейчас, может быть сложновато достать, поэтому все рецепты доступные, да, достаточно, я считаю. Здорово, спасибо большое, так что рекомендую, я посмотрела на то, какие тоже рецепты входят в этот конспект, и мне лично очень понравились, и я думаю, что действительно вся семья была бы рада. Он действительно замечательный, и я все это тестировала на своих детях, и вот с таким страхом, то есть подносила там какие-нибудь там оладьи, и вот у нас есть овсяные оладьи с бананами, с голубикой, и думаю, ну, откажутся, потому что, ну, они же знают, что такое оладьи на муке, там, кефире и так далее, и они, как бы, ели с удовольствием, и это каждый раз было просто такое счастье, я об этом писала, что, как бы, потому что для меня очень важно, опять же, я не люблю обманывать свою публику, да, для меня очень важно, я показываю именно то, чем я живу, да, а не какой-то там абстрактный конь в вакууме, и на самом деле я так не ем, но, как бы, вот, вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста, да. Отлично. Спасибо большое, потому что я думаю, что многим это действительно может помочь. Давай посмотрим, сейчас я посмотрю, есть ли у нас какие-нибудь вопросы. Дорогие наши зрители, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите, я пытаюсь тоже ловить и смотреть. Есть еще что-нибудь, чтобы вот ты хотела, как бы рассказать и отметить. Я хотела отметить еще про наши рецепты, потому что не всем понятен формат, да, онлайн-школы нашей, потому что, когда говорим онлайн-школа, подразумеваем какие-то видео, вебинары, мы на самом деле продаем конспекты, по сути, такие умные кулинарные книги с рецептами и часто с теоретической частью и с обратной связью, да, то есть это очень важная история, потому что, например, вы можете купить книгу Джейми Оливера, но вы не можете задать ему вопрос, да, то есть если у вас что-то не получилось, друг, вы можете прийти к нам и задать вопрос. Но я хочу сказать, что к нам очень редко приходят, то есть я очень спокойно раздаю эту опцию, не беспокоюсь, что меня будут целыми днями дергать, потому что действительно рецепты написаны у нас так, что они работают, да, то есть у нас целая команда, и рецепты все тестируются, и в этом наше отличие от рецептов интернета, потому что, конечно же, прилетают комментарии, зачем я буду покупать у вас рецепты, вон в интернете бесплатно, да, но многие люди знают, уже сталкивались с рецептами из интернета, что бесплатно сыр мышеловкий, да, и никто бесплатно не будет вкладывать то количество усилий работы, и очень часто по рецептам интернета не получается, и вы, соответственно, теряете и время, и деньги, и продукты, которые вы потратили, получилась полная фигня. И про здоровые рецепты еще пару слов, я сказала про детские сборники, но у нас есть еще два сборника для взрослых, там более, скажем так, изысканные рецепты такого, как бы, ну не то, что прям ресторанного уровня, но как бы то, что больше захочется есть взрослым, и они низкоуглеводные, да, то есть и там, опять же, и там кое-где совсем чуть молочки, но там нигде нет лютена, и там нигде нет сахара. Супер. А вот скажи, ты сказала, более чуть ли не ресторанного уровня, насколько долго занимает приготовить такие рецепты, сколько времени требуется? Мы стараемся, то есть когда я говорю ресторанного уровня, я не имею в виду, что они какие-то сложные, то есть очень важно, ты в изначальном анонсе написала шеф-повара, я это поправила, сказала, измени, пожалуйста, я не шеф-повар, я кулинар. Ну, во-первых, у меня нет как бы официального звания шеф-повара, да, или образования, но нужно понимать, что разница между домашней кухней и профессиональной кухней, она колоссальная, да, и нам для того, чтобы готовить дома, абсолютно не нужно быть шеф-поварами, скорее нам это даже во вред, потому что кухня профессиональная, это такая очень сложная система, да, поэтому я так могу, но мне это не нужно, да, и поэтому, соответственно, я понимаю нашего клиента, так как мы очень много провели мастер-классов и я общалась со многими лично и до сих пор продолжаю общаться онлайн в том числе, это то, что отличает про кукинг тоже, что очень многие люди как бы у нас близкий контакт, да, и с кем-то я даже, ну, стали моими друзьями, да, даже люди, которые живут где-то далеко, и вот там в Америке, например, у меня есть клиентка, и вот мы с ней дружим, да, общаемся, хотя мы никогда друг друга не видели в глаза. И, но я стараюсь выбирать рецепты для людей, да, которые люди будут реально готовить, потому что я прекрасно понимаю, что если я дам что-то очень сложное, все зависит от рецепта где-то полчаса, где-то час, да, где-то речь идет об активном времени приготовления, там, допустим, 10 минут, но готовится что-то может само по себе 2 часа, но я не знаю, какую-нибудь рагу, где надо все просто все заложить, а потом оставить тушиться, да, но наши рецепты, ну, не являются какими-то сложными, но сразу хочу сказать, тоже писала об этом недавно пост, я никогда никому не обещаю рецепт за 5 минут или за 10 минут, потому что так не бывает, и это вранье. И когда люди пишут, мы научим вас готовить, не готовя, ну, это как заниматься спортом, не занимаясь спортом, да, это как с продуктами, если вы хотите что-то получить, нужно быть готовыми немножечко вложить. Да, спасибо. На самом деле то же самое со здоровьем, в общем-то, нет такого, что была бы одна таблетка, которую выпил и выздоровел. На самом деле, чтобы вот особенно максимально натуральным способом при помощи питания восстановить свое здоровье, на это необходимо терпение, на это необходимо время и вот желание как-то взносится. Согласна, абсолютно. Я вижу тут вопросы, может быть, я поотвечаю. Давай, давай, давай. Значит, первый вопрос. Добрый день, Ольга. Какой у вас адрес Инстаграм? Я так понимаю, что Карина потом оставит, но найти нас очень просто про кукинг, да, то есть мы пишемся, рецепты, собственно, на Инстаграме есть ссылка на топлинг, и там есть ссылка на наш сайт, и там можно посмотреть каталог наших рецептов. Какой порядок цены наши конспекты? Наши конспекты стоят примерно от 20 до 30 евро. Входят в каждый минимум от 30 рецептов. Вот, например, те рецепты, которые я сказала, детские, правильные, семейные, они, по-моему, сейчас стоят 5000 рублей за два конспекта. Там 66 рецептов, это 50 евро, да, получается сегодня. Еще раз хочу уточнить, что вот эта обратная связь, это тоже наше большое отличие, потому что очень часто курсы, они ограничены временем, вы не ограничены временем, да, то есть вы можете спросить что-то сейчас, через месяц, через год, через три года, да, если, дай бог, все будем живы и здоровы, то мы готовы отвечать на вопросы. То есть, я так понимаю, есть какой-то кабинет или есть какая-то группа, куда попадают все? Да, во-первых, есть группа, то есть когда мы начинаем делать какой-то новый конспект, мы заводим группу, и всех людей, которые оплатили заранее по сниженной цене, мы всегда сначала делаем какую-то скидку, они раньше продавались по 4, сейчас уже 5, и публикуем рецепты сначала там. Когда они все опубликованы, мы верстаем конспект и высылаем его уже на почту, но, кроме того, на любой другой конспект, который вы купили, не знаю, 5 лет назад, можно просто написать мне в личку или на наш e-mail лучше всего, чтобы ничего не пропало, да, и мы на эти вопросы, соответственно, отвечаем. Да, чем заменяете сахар? Это мой любимый вопрос. Все мы, конечно, хотим обмануть природу и чем-нибудь заменить сахар, но конкретно в этих конспектах мы заменяем сахар фруктами или сухофруктами, иногда используем немножечко кленового сиропа, да. Я думаю, что вопрос про пользу и вред всех заменителей это даже скорее к тебе. Но насколько я общалась со своими девочками, подружками-нутрициологами, а я прям люблю нутрициологов и дружусь с ними, они объясняли мне, что, в принципе, все замены тоже не особо полезны. Все эти эритриты, эксилитолы и так далее нужно достаточно ограниченно. И все сладкие сиропы, будь то кленовый сироп или сироп стопинамбура, кокосовый сахар, сироп из кокосового сахара, в общем, you name it, да, их много. Это все сахар. Он может быть немножко в разных формах, там может быть чуть пониже гликемический индекс или содержание сахара, да. Но в целом организмом оно все воспринимается в любом случае как сахар. И если речь идет о диете, если мы хотим похудеть, то в целом ответ простой – ничем, да, это все нужно избегать. Другой вопрос, что дети, так как этот конспект, он больше был направлен на детей, им нужны углеводы, да, то есть нельзя детей, ну, по крайней мере, так мне объясняла наша детская нутрициолог, нельзя у детей отнимать углеводы, они необходимы для энергии или сажать их на какую-то кето-диету. Соответственно, вот для детей я использую, ну, например, у нас там есть рецепт оладий, там банан, да. Там нет никакого сахара, но там банан, они получаются сладкими и очень вкусными, в том числе в разных десертах мы используем финики. Да, но опять же нужно понимать, что прям очень много этого есть не стоит, потому что в сахарах финиках содержится много. Очень много, да. Да. Так, расскажите, пожалуйста, немного о сочетании продуктов, мифы, есть ли для некоторых продуктов определенное время потребления. Я не совсем поняла вопрос, если можно уточнить. Возможно, он тоже более по части нутрициологии, да, о каких-то сочетаниях, что можно есть с чем. Мне сейчас никаких мифов в голову не приходит на эту тему. Ну, время потребления, да, конечно же, есть. Если речь идет о овощах и фруктах, то мы просто видим, да, что они уже, допустим, если там уже появилась прям плесень, да, или что-то, понятно, что мы их не потребляем. У мяса и у рыбы, у всего рыбы вообще нужно есть, чем быстрее, тем лучше, хотя бы потому, что там с каждым часом она теряет во вкусе. С мясом обычно на упаковках стоит срок, но мясо, если правильно хранится, если оно не лежит в пакетах, потому что в пакетах мясо задыхается и начинает как раз-таки пахнуть, может храниться достаточно долго. Говядина 7-10 дней в холодильнике, кита при правильном хранении, баранина, свинька. То есть она свежая была куплена? Да, да. Но очень часто мясо, например, если говядина в вакуумной упаковке, то она вообще может храниться, в принципе, несколько недель в холодильнике. А если не в пластиковых пакетах, как ты ее хранишь, если она не в вакуумной упаковке? Я перекладываю в контейнеры. Я, к сожалению, не избавилась от пластика на кухне, хотя я знаю, что это не очень полезно, но практическая сторона тоже сложная. И можно накрыть контейнером, но, простите, крышкой, но не слишком плотно тоже, потому что, чтобы мясо дышало. Но у нас очень часто продается мясо уже именно в вакуумной упаковке, поэтому нет необходимости. Проблемы нет. Отлично. Ну вот, пока мы ждем еще здесь вопросов, я зачитаю те вопросы, которые заранее были заданы. Первый вопрос интересует полезные десерты, торты, пирожные, полезные. Да, да, вот эту, собственно, тему мы затронули, то есть мы постарались делать рецепты десертов безвредные. Мне кажется, что вот этот вопрос про полезность вообще десерта, он такой 3D, потому что первое, что в десертах может быть вредно, это, в принципе, калории и сахар, если мы хотим похудеть. В целом, да, это содержание сахара, но часто в готовых десертах может быть не только сахар, а еще очень много разных вещей, которые как бы вообще не должны там быть. И жир не в той форме, например, там тоже пальмовое масло, и какие-то эмульгаторы, загустители, красители. То есть если, ну, я опять же учу обязательно, я думаю, любой нутрициолог этому тоже учит, читайте упаковки, потому что очень часто это просто... Я тут на днях была в гостях, и там маленький ребенок, и я увидела банку с детским питанием, и мне вдруг стало интересно, потому что я кормила своих детей обоих грудью, а что вообще там, да? И я когда прочитала состав, я была просто реально в шоке. Ну, мне никогда не приходило в голову, что младенцев уже кормят сахаром, да? То есть там 8 грамм сахара на 100 грамм. Я не говорю про пальмовое масло, соевый лицетин и кучу какого-то просто жутчайшего шлака, который уже вливают просто в малюсенького ребенка, да? И учитесь читать этикетки. Соответственно, мы сделали эти рецепты хотя бы безвредными, да? То есть там ничего этого нет, но тем не менее, как мы уже обсудили, сахар – это сахар, да? Но хочу еще обратить внимание, что полезные, скажем так, десерты, да, они более насыщающие. То есть, например, финики, вот мы делали там, у нас есть очень вкусный фальш на основе фиников. Это очень вкусно, но ты не съешь этого много, да? То есть оно вот почему-то не вылазит вот как какой-нибудь там стандартный торт, да? То есть я там беру с кофе вот такую там кубик, и мне вот прям, мне хорошо и достаточно, да? То есть это еще вопрос наших рецепторов, что когда мы привыкаем вот к этому всему индустриальному, то нам очень сложно становится наслаждаться чем-то другим, да? Поэтому, но в целом, в целом, я считаю вот это понятие полезные десерты таким неким самообманом, да? И если очень хочется, наверное, лучше там иногда что-то съесть, что очень любишь, но по крайней мере хотя бы в хорошем качестве, да? То есть не покупать это в обычных супермаркетах. Мы сотрудничали тоже с кондитерами, у нас были кондитерские конспекты, мы больше их не продаем. И да, это не было полезно, там, конечно же, много сахара, но по крайней мере это и не было вредно в том плане, что мы не использовали никаких химических ингредиентов, да? То есть сливочное масло было сливочным маслом, да? Ну и так далее. Я вот тоже хочу прокомментировать то, что ты говоришь, ну, насыщаешься рецептами, десертами, например, из фиников, или вот есть какие-то различные десерты, которые сделаны из орехов, да? То есть используется ореховая мука, например, вместо обыкновенной муки. И таких тоже десертов немного съешь, потому что в этом, в принципе, даже есть какой-то плюс. Ну, может быть, кстати, за счет того, что там жира много, да? Жир на самом деле насыщает. Ну, вот здесь был тоже самый вопрос про сахар. Про сахар мы уже поговорили, чем заменить сахар. Я вот могу только добавить, что все-таки мед и кленовый сироп, да, там есть достаточно много сахара, но это лучше, чем использовать рафинированный сахар. И, в общем-то, кленовый сироп по своей... То есть в меде есть масса полезных свойств, да? Когда мы болеем, мы используем, особенно если это непереработанный, да, сырой мед. Если он не нагревается. Да, в кленовом сиропе на самом деле тоже есть очень много полезных минералов, элементов, поэтому если уже чем-то заменять, то вот я люблю это заменить тоже, либо кленовым сиропом. Я вижу, здесь один вопрос к тебе относится про... А, вот по каким... Да, можно микробиомы кишечника, можно? Я позволю тебе ответить и на секундочку отойду, ладно? Да, давай, хорошо. Да, значит, здесь вот пару вопросов есть, которые ко мне. В принципе, так как сегодня мы собираемся... Ну, пригласили Ольгу в гости, мне бы не очень хотелось много говорить на свою тему, но я могу вкратце сказать, так как Коля отошла, что какие симптомы, да, по каким признакам можно определить нарушение микробиома. Дело в том, что... Дело в том, что признаков может быть масса. На самом деле масса признаков. Это могут быть и нарушения работы желудочно-кушечного тракта, да, это могут быть запоры, это могут быть диареи, это могут быть какие-то боли, неплохое переваривание пищи, это могут быть и проблемы, связанные с кожей. То есть на самом деле это могут быть головные боли. То есть из-за нарушения микробиома нарушается здоровье вообще стенок кишечника, и, соответственно, могут появляться чувствительность, например, к единице, одним из признаков нарушения микробиома кишечника. То есть на самом деле очень много различных признаков, которые в итоге могут оказаться, что именно микробиом кишечника является корнем проблемы. Про ферментацию, кстати, Ольга, я не знаю, ты ферментируешь или нет. Вот что бы ты посоветовала в Германии? Да, я ферментирую. У нас есть на эту тему конспект тоже с актором прекрасным. Она живет в Англии. Ну, мы делали его больше как бы с таким кулинарным уклоном, но так как фотографии для него делала я, когда мы выпускали этот конспект, я отферментировала просто практически все. Я думала, я сойду с ума, у меня до сих пор там стоит какое-то количество банок, которые я теперь не знаю, куда деть. Ну, прежде всего, я об этом говорила тоже, Аня, я покупала для ферментации только био-овощи, потому что это в том числе очень важно и влияет на финальное качество. То есть если овощи некачественные или там много химикатов, ну, ты это лучше знаешь, я думаю, то и процесс ферментации может пойти как-то по-другому. То есть вот эти все бактерии могут себя иначе повести. Но мы не использовали там никаких готовых грибков, а как культур. То есть мы ферментировали вот из того, что... Дикой, спонтанной ферментации. Да, да. Да, а насчет ферментации тоже мы запустили вот в новом году вот уже курс по ферментации, поэтому и где я вот как ты рассказываешь о технологии приготовления пищи, и я как раз рассказывала о микробиологии, о том, что вообще, что стоит в основе ферментации. Интересно мне тоже, потому что я недавно слушала тоже нутрициолога на одном курсе по ферментации, и она рассказывала, что по-настоящему полезная квашеная капуста. Я не помню, сколько она назвала дней, но это было сильно дольше, чем вот я квашу, да? Потому что я квашу там 3-4 дня, вот, а она назвала... Да, это интересно, потому что я об этом начала говорить уже несколько лет назад, и сейчас начинают многие подтягиваться. И действительно, квашеная капуста, вот эта трехдневная, всем известная... Кстати, меня один раз закидали просто в прямом... Виртуально, в прямом смысле слова, но виртуально какими-то гнилыми яблоками, когда я начала в одном русском блоге у одного блогера комментировать и рассказывать о том, что капусту нужно ферментировать немножко дольше, чем они рекомендуют, потому что они как раз рекомендовали 3 дня всего. В итоге меня послали и сказали, ешьте свои гнилые яблоки почему-то. Вот, действительно, Германия, кстати, делает очень много исследований по этому поводу, потому что в Германии практикуется очень сильно квашение капусты, и они ферментируют 30 дней. Но она поэтому здесь сильно более кислая, чем... Да, она здесь более кислая, но из исследований мы знаем, что через 3 дня там практически нет вот этих полезных нам молочно-кислых бактерий. Чем дольше мы ферментируем, тем больше в губашной капусте будет молочно-кислой бактерий, соответственно, она будет тем полезнее. Вот в своем курсе я как раз очень много даю таких вот примеров с точки зрения науки, потому что за последнее время было сделано уже достаточно много исследований, уже ученые верят и подтверждают полезность вообще ферментированных продуктов, и вплоть до того, что в зависимости от того, у какого человека микробиом, мы можем даже порекомендовать один продукт или другой продукт, потому что вот у него в кишечнике не хватает этих микроорганизмов. Вот, так, посмотрим, какие у нас еще здесь есть вопросы. Вот есть еще один вопрос опять про сахар. Уменьшение количества сахара, поданного в рецепте, существенно повлияет на результат? Да. Я рекомендую стакан, а мы хотим полстакана положить уменьшить. Повлияет, да. Как я сказала, у нас был курс, ну, конспект, у нас было множество конспектов с профессиональным кондитером Екатериной Берсеговой, и, естественно, эти вопросы постоянно задавались. Она, у нее очень вкусные десерты, но там действительно всегда много сахара. Она разрешала в некоторых случаях уменьшить на 15%, да, потому что сахар, к сожалению, да, он там в таких количествах не просто так, он влияет на текстуру и на румяность изделия. И действительно, когда мы очень сильно, резко уменьшаем количество, то это влияет на результат. Поэтому я, в принципе, и говорю, что, возможно, лучше иногда съесть что-нибудь, что очень хочется и нравится без чувства вины, да, чем пытаться там в два раза уменьшить сахар, все равно получится фигня, и вопрос, как бы, мне кажется, в количестве, да, в чистоте и, как бы, и в качестве всех остальных ингредиентов. Да, это еще, наверное, зависит от того, от кого рецепт идет, потому что у меня вот такое ощущение, что, опять-таки, рецептов же очень много повсюду, повсюду, да, и чаще всего ими делятся как раз непрофессионалы, и мне кажется, что в некоторых рецептах сахара бывает столько много, потому что невозможно есть. Например, вот здесь, я не знаю, как у вас, а вот у нас, например, если покупаешь здесь какой-то торт, но это настолько сладко обычно бывает, что просто невозможно есть. То есть я бы однозначно положила бы меньше сахара. И поэтому вот я тоже пытаюсь всегда, если я все-таки готовлю десерт к какому-то празднику, да, вместо того, чтобы покупать, я стараюсь чуть-чуть уменьшить этот сахар или там вот заменить его каким-нибудь частично хотя бы подсластителем, чтобы это вроде как сладость осталась. Ну да, не всегда получается, к сожалению. Да, да. Ну да, здесь еще вопрос как бы профессионализма. То есть я, например, сейчас, если делаю какие-то десерты, мы их уже не продаем, но я сама как бы пользуюсь нашими конспектами, я как бы вот пеку только по рецептам профессионального кондитера, потому что особенно кондитерка – это сложная наука, это отдельная наука на самом деле, я не кондитер. В сети очень много разной фигни, да, но опять же мне кажется, что даже еще проще, чем печь, это пойти в хорошую кондитерскую, действительно хорошую, да, и купить там кусочек, я не знаю, этого тортика, да, и это все равно будет не так дорого, и по крайней мере ты знаешь, что этим кусочком или этим эклером ты ограничишься и пойдешь домой, да, когда мы печем дома. В том числе, да, есть большой соблазн съесть этого еще больше. Да, жалко же выкидывать, правильно? Да. Драгоценные продукты. Так, еще, еще, у нас здесь были еще вопросы, секундочку, куда же я потеряла. Я вижу, на курсах рассказываете только спонтанной ферментации, но если вы говорите о нашем конспекте, то да. Да, ну, у нас там есть кисломолочные продукты, они, естественно, на кефирном грибе, но все, что касается овощей, да, у нас спонтанная ферментация. У нас, если мы говорим о нашем курсе, то нет, у нас все есть, и спонтанная, и с культурами, и камбуча, и как раз кефирные грибы, и йогурты различные с заквасками. Да, вот еще есть, опять, что-то очень много вопросов у нас именно о сладком, и антисептах, даже странно, как будто мы не в той группе вещаем. Печеные сладости без пшеничной муки и молока. Вот, есть у вас такие конспекты, например? У нас нет отдельных конспектов, но вот в этом новом, что я сказала, правильные семейные рецепты, у нас такое есть. У нас есть, например, морковные маффины, там, насколько я помню. Есть овощные маффины какие-то. То есть, этого немного, потому что очень сложно, когда не используется пшеничная мука, да, очень сложно получить вот эту текстуру, но, тем не менее, заменяется это различными альтернативными видами муки. Это овсяная мука, это, может быть, амарантовая мука, миндальная мука и так далее, там, рисовая мука. Нужно, опять же, понимать, что есть очень много книг по безглютеновой выпечке, но вот когда мы делали блины, мы столкнулись с тем, что, по сути, это шило на мыло, потому что, да, при прочих равных это, наверное, лучше для людей, у которых непереносимая глютена, чтобы хоть что-нибудь сладенькое поесть, да, или дети, которые просят блинчики, но мы меняем там одно вредное на другое, да, потому что, да, там нет пшеничной муки, но эта пшеничная мука заменяется огромным количеством крахмала, да, и, соответственно, ничего полезного, да, там нет, просто там нет глютена, да, но есть как бы альтернативы, да, можно использовать пшенную муку, опять же, ну, то, что ты сказала, амарант, овсянка, мука из коричневого риса, то есть получается достаточно вкусно, да, но нужно понимать, что это вот как бы не real deal, да, то есть это вот не то там пушистое... Да, это одни углеводы мы меняем на другие углеводы, а если мы еще и покупаем, а не сами готовим, то вообще могут волосы дыбом стать от ингредиентов, совершенно верно, поэтому я иногда своим клиентам рекомендую, если вот лучше вообще не есть, ни одного, ни другого тогда, или, кстати, у нас вот в курсе, и не только в курсе, я в группе рассказывала об этом, о том, что во время ферментации глютен подвергается расщеплению и видоизменению при помощи вот как раз ферментов, выделяемых бактериями во время ферментации, поэтому у многих людей, у кого есть чувствительность на глютен, они, в принципе, практически спокойно могут употреблять хлеб на закваске или какие-то изделия на закваске, и потом есть мука, вот я не знаю, кстати, есть она у вас, по-моему, в Германии есть, я вот готовила как раз курс, я искала, в каких странах есть эта мука, она называется айнкорн, это по-русски однозерновка, мука однозерновки, то есть это зерно, которое, это древнее зерно, которое еще не подверглось модификациям, и оно не такое твердое, как современное зерно. И что знакомо, айнкорн это по-немецки явно, да, то есть, ну, звучит по-немецки. По-моему, по-моему, в Германии есть она, но она под каким-то другим названием. Вот, то есть ее продают в США как айнкорн флауэр, и даже без всяких разных заквасок у людей вообще нет никакой реакции, даже с целиакией у многих нет реакции. Поэтому вот я рекомендую иногда тоже обратить внимание, и я лично думаю, если использую пшеничную муку, то стараюсь именно эту. Вот, и, ну, значит, есть у вас, в принципе, вот безглютеновые варианты именно в... Да, у нас есть вафли, у нас есть маффины, и у нас есть всякие там фарш, брауни, вот без этого всего, но и мы поставили себе задачу действительно не поменять шило на мыло, то есть мы не используем этих рецептов крахмала, мы используем такие альтернативы, как пшено, овсянка, мука, если рисовая, это отличного риса и так далее, да, то есть у нас достаточно много там, ну, удачных рецептов, да, и в целом, на удивление, дети даже избалованные вот этим всем принимают их на ура. Супер, спасибо большое. Еще один вопрос о рецептах различных салатов и заправках к ним. Ну, понятное дело, что ты там сейчас рецепты не будешь рассказывать, надиктовывать, но вот интересно, есть ли у тебя какие-нибудь такие... У нас есть целый конспект, он называется правильный салат, да, потому что рассказать в эфире рецепты невозможно, ну, могу только чуть-чуть, да, приоткрыть, как бы, какой-нибудь секрет кулинарный, но у нас есть целый конспект, и он построен по такому матричному принципу, то есть кроме того, что там есть рецепты, мы в целом объясняем, что такое салат и как придумывать свои салаты, да, то есть даем вариант сочетаний, заправок, и этим легко уже управлять, как некой такой матрицей, да, и придумывать свои салаты. В целом я хотела про овощи сказать, да, потому что это очень частая проблема, и в том числе у тех, у кого есть дети, что дети не хотят овощи есть, и проблема в том, что овощи очень часто неправильно приготовлены, да, то есть у нас есть такая привычка еще, наверное, советских времен, вот у моих родителей она точно есть, все как бы переготавливать, да, то есть готовить слишком долго, потому что, видимо, какие-то страхи были, я не знаю, отравиться, холодильников не было, не могу никак понять, с чем это связано, но этим страдают большинство людей, да, из нашего постсоветского пространства, я всегда обращаю внимание на то, что большинство овощей можно есть сырыми, да, не всем, честно, это приходит в голову, там, что, например, брокколи можно есть сырой, да, и цветную капусту можно есть сырой, да, и, то есть единственное, наверное, овощи, которые мы не едим сырыми, это картошка, ну, потому что реально невкусно, хотя у корейцев, по-моему, есть какой-то вариант, ферментированный сырой картошек. В общем-то, мы все можем ферментировать, да. И мы не едим баклажаны, потому что, опять же, это невкусно, да, но ровно все остальные овощи можно есть сырыми, и поэтому, когда вы овощи готовите, даже для салата, то есть я не говорю сейчас про салатные листья, помните об этом, да, что, во-первых, можно действительно покрошить ту же брокколи в сыром виде в салат, да, и это будет очень вкусно и полезно, а во-вторых, даже если вы вдруг их бланшируете, это делать, это нужно очень и очень коротко, чтобы они, ну, вот, практически сохраняли свою первозданную текстуру. Да, и, кстати, для микробиома ферментированные, не ферментированные, ну, ферментированные тоже, но сырые овощи вообще, в принципе, полезно, полезнее, чем приготовленные просто. И с точки зрения, ну, нутриентов, да, то есть меньше, больше гораздо полезных нутриентов, а также микроорганизмы. Никто об этом, мало кто об этом вообще говорит, но на поверхностях хороших, органических особенно, да, необработанных овощах очень много микроорганизмов, у них же свой микробиом тоже есть, эти микроорганизмы могут попасть к нам в кишечник и тоже принести много пользы. И это еще одна причина, почему нужно выбирать вот необработанные, не использовать пестициды, там, гербициды и всякое такое, потому что все это потом попадает к нам в организм, и, конечно, уже микробиомы, эти растения совсем другое, так что. Да, ну, я, насколько понимаю, опять же, я не нутрициолог, но даже если мы готовим овощи, чем короче мы их готовим, тем больше там сохраняется. Хотя я знаю, что есть какие-то витамины, которые могут лучше усваиваться, если как бы овощи приготовлены, но, опять же, не до состояния тряпки, да, то есть очень часто дети там те же овощные супы не хотят есть. Мы недавно были в гостях и пошли в ресторан итальянский, взяли мини-строни, и это был просто какой-то кошмар, потому что, ну, овощи там были просто как тряпка. Ну, и понятно, что если это дать ребенку, он не будет это есть, а если дать ребенку суп, в котором все овощи сохранили свою форму, яркий цвет и текстуру, да, какие-то хрустят немножко, то это как бы будет совсем другая история. У меня дети всегда с удовольствием едят супы. У тебя замечательные дети, они у тебя все едят. Мои употребляют овощи вот в оригинальном виде. Никакие салаты, никакие заправки, никакие кетчупы, ничем их не соблазнить. Вот просто они как кролики у меня. Салатный лист, и вот он салатный лист просто съест. Но если его смешать с чем-то еще, ну, никак я не могу вот перебороть. Ну, видимо, да, все познается в сравнении, потому что иногда я начинаю срывать на себе волосы, думать, боже, кошмар, кошмар, что они едят, какой кошмар. Ну, иногда бывает просто даже сил нет, да, и уже сдаешься. Но потом я вижу других детей, и я думаю, нет, я просто, я супер-херо, потому что то, что я вижу как бы у других мам часто, это прям реально очень грустно. И я хочу сказать, что я иногда думаю о третьем ребенке, и вот я понимаю, что если я это сделаю, я изначально пойду к детскому троциологу, я куплю курсы, я все это изучу, потому что даже я, будучи профессионалом, наворотила кучу ошибок с детьми. Они вроде не по сравнению с другими, но я понимаю, что вот нет этой культуры, и нас этому не учат, и до сих пор не учат, да. И вот то, что я говорила про рецепторы, да, что у многих людей они просто забиты, да, и у детей тоже. Гораздо проще сделать все правильно с самого начала и не допустить того момента, когда ребенок начнет просить все время сладкое, чем потом это исправлять, потому что исправлять – это реально очень тяжело. Как с детьми, так и с взрослыми, к сожалению. А вот могла бы ты дать какой-нибудь тоже нам совет, что ли, вот как делать любой салат вкуснее? Может быть, у тебя есть какие-то, какой-то секретный ингредиент, например, или заправка какая-то, которая легко приготовить, и в то же время… Во-первых, как мы говорили, исходные продукты, да, потому что если там помидоры пластмассовые, то они пластмассовые. Во-вторых, это соль. Ничего не исправить. Да, это ничем не исправить, ну, только сахаром разве что. Во-вторых, это соль. Мы это немножко затронули, да, что мясо нужно солить заранее, и вообще все нужно солить заранее. И салат тоже, да, то есть каждый ингредиент нужно посолить заранее. У меня есть где-то в группе, в фейсбуке нашей, описание того, как я готовлю греческий салат, я как раз объясняю там, что вот я огурцы нарезала, посолила, лук нарезала, посолила, помидоры нарезала, посолила. Соль раскрывает вкус. Это очень важный ингредиент, и в хороших профессиональных школах повара прежде всего учат правильно солить и достаточно солить, да, то есть люди часто не досаливают, а плюс еще есть миф, что соль – это вредно. Вот, поэтому… Ну, кстати, если вы используете соль, то обязательно не ядированную соль, потому что, кроме того, что она не показана, она имеет такой неприятный металлический привкус, и я, насколько знаю, что ферментировать с ней нельзя, потому что она может повлиять на результат. Заправки… Ну, мне часто достаточно хорошего оливкового масла. Если любите заправки с уксусами, это тоже такая отдельная история, моя любимая, потому что оказалось, что большинство людей вообще не понимает, что такой хороший уксус. Да, и покупают уксус, который продают в супермаркете, он стоит там несколько долларов или евро, но это вообще не уксус, потому что это такой, как резац-продукт. Уксус, это, кстати, тоже продукт ферментации и достаточно полезный продукт, но хороший уксус ферментируется месяцами, а то, что продают в магазине и ферментируется несколько дней, по сути, это процесс такой аэрации, да, то есть там как-то пузырьками воздуха они это все ускоряют, но это не уксус, это пойло, да, потому что хороший уксус у него, во-первых, он не такой кислый, во-вторых, у него абсолютно другой и аромат, и вкус, и я коллекционирую уксусы, то есть стараюсь покупать хорошие, очень разных фирм, с разными вкусами, и такой уксус можно практически пить, да, то есть он не кислый, не противный, и хороший уксус стоит, в принципе, наверное, от 10 евро за бутылку, да, то есть это хороший тоже показатель, поэтому салаты можно разукрасить простым, есть такой соус винегрет, да, классический французский, по сути, это эмульсия из горчицы дижонской, мягкой уксуса и оливкового масла, и вот с этой вкусовой частью уксуса можно всячески играть, да, то есть можно покупать малиновый уксус, грушевый, в общем, на глаз нет предела, а яблочек предела совершенству, вот, ну и я очень люблю в заправках всякие азиатские ингредиенты, то есть какая-нибудь заправка, там, кунжутное масло, чеснок, имбирь, хороший соевый соус, настоящий, опять же, потому что это тоже история, ну, отдельная тоже история, вот эти французские французские французские, это не соевый соус, соевый соус, ну, как минимум, вот, например, в Германии я советую тем, кто не готов и прям к японцам идти, покупать в биомагазинах, они достаточно качественные, да, и получаются тоже вот очень вкусные заправки в азиатском, рисовый уксус туда добавляют вместо обычного, там, мерин, получается очень вкусные заправки, у нас на самом деле есть очень много бесплатных рецептов в наших блогах, на инстаграме и в группе на фейсбуке, группа называется «Кулинарная школа про кухинг», я уверена, что часть участников вашей группы еды как лекарства в неё уже всегда состоят, вот, и там можно смотреть в том числе, то есть мы регулярно публикуем что-то бесплатное, и с нами можно таким образом познакомиться. Спасибо большое, да, очень интересно. Последний у нас вопрос, если у тебя ещё есть время, о запечённых овощах и вообще о запечённых блюдах. Если у тебя какие-нибудь, тут нет конкретного вопроса, просто скажем, тема так обозначена, а есть ли у тебя какие-нибудь мысли на этот счёт, и, может быть, советы о том? Ну, с запечёнными овощами, наверное, всё то же самое, что с обычными, не передерживать, да, потому что очень часто там тоже цветную капусту пекут, и она становится слишком мягкой, да, то есть есть такое словосочетание итальянское, аль денте, да, то есть это вот эта текстура, да, которую они так любят, то есть что овощи должны оставаться, если речь не идёт о баклажанах, да, или перцах, например, они должны оставаться такими вот слегка упругими, да, то есть очень важно не пропустить этот момент и понимать, что мы готовим, ну, часто готовим гораздо дольше, чем это нужно, да. Вообще есть такая технология, которая называется Сувит, это ресторанная технология, которая пришла на домашней кухне. Я ею не пользуюсь, потому что там пластик нагревающийся, я стараюсь этой истории избегать, но само понимание этой технологии очень помогает вам научиться лучше готовить, потому что смысл Сувида в том, что там продукты готовятся при одной ровной, достаточно низкой температуре, да, то есть, например, идеальный лосось Сувид считается 43 градуса, да, задумайтесь об этом, а куриная грудка готовится, по-моему, при 62. Почему так? Потому что большинство продуктов готовы при температуре гораздо более низкой, чем 100 градусов, да, 100 градусов – это точка кипения. Вот у нас привыкли всё кипятить, опять же, видимо, какие-то страхи там отравиться. Например, когда я варю любой суп, он у меня никогда не кипит, никогда, да, то есть это очень важная история, потому что именно вот это кипение превращает продукты в тряпку и укрывает цвет, да, тех же овощных супов или борща. И когда я говорю «не кипит», я не преувеличиваю, реально «не кипит», да, то есть вообще не должно быть никаких практически, да, пузырьков. И вот эта технология Сувид, она как раз вот это и объясняет, да, потому что когда человек понимает, что такое идеальная текстура, там вот этого лосося или, я не знаю, осьминога или куриной грудки или стейка, а стейк готовится, по-моему, в среднем при 50 градусах в Сувиде, а потом просто очень быстро обжаривается, да, то становится понятно, что мы часто все, ну, конкретно не я, это я так обстракиваю, люди, да, очень часто все переготавливают, и мы теряем так и в окусе, и в пользе. Я, кстати, недавно пробовала стейк, который как раз приготовлен был вот таким способом, и это было что-то неимоверное. Очень рекомендую попробовать, очень рекомендую, но тему пластика я тоже не люблю, мне это не нравится, то есть я стараюсь максимально не использовать пластик, даже в контейнеры, в общем-то, стеклянные. Да-да. Спасибо большое, Ольга, за такую замечательную беседу, было очень интересно. Спасибо тебе. Поговорить, познакомиться, и если у наших читателей больше вопросов нет, или если вдруг они появятся, то ты у нас в группе, и ты могла бы... Да, да. И ссылкой поделиться на какие-то конспекты, да, и ответить на вопрос. Надеюсь, это не последняя наша встреча, и, может быть, мы в следующий раз могли бы на какую-то определенную тему поговорить. Да, с удовольствием. Да, потому что сейчас мы как бы по чуть-чуть обо всем, вот, но мне было очень приятно, большое тебе спасибо. Да, именно. Да, приходите к нам в прокухинг. Обязательно. Ждем. Да, ждем, ладно. Обязательно. Как я говорила, я вообще фанат, и твои фотографии, это просто, просто слюнки текут, а от них только фотографии. Так что ты молодец. У нас есть целая команда, я тоже фотографирую, но у меня есть две замечательные девушки, Наталья Петрова и Татьяна Гор, вот, они тоже участвуют в этом процессе. Вообще у нас целая команда профессионалов, то есть я начинала одна, но потихонечку обросла прекрасными людьми. Вот, поэтому... Замечательно. Замечательно. Здорово. Спасибо тебе большое. Ты делаешь очень важное дело, потому что нам нужны эти знания. Мы хотим правильно готовить, вкусно и правильно и полезно. Все, на этом мы заканчиваем наш эфир. Большое спасибо всем, кто нас смотрел, и кто смотрит записи, кто посмотрит на записи. До новых встреч. Да, до новых встреч. Все, хорошего дня. Хорошего дня, Ольга. Спасибо. Спасибо.